Главный спортивный старт четырехлетия. Самая скандальная Олимпиада еще остается таинственной. Подробности церемония открытия держит в секрете. Но точно знаем, что белорусский флаг с гордостью понесет олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. И уже сегодня, после зажжения олимпийского огня, стартует соревнование усаночников и бобсалиистов. Но, конечно, мы все будем ждать биатлон. Он начинается завтра. И, конечно, фристайл совсем скоро здесь, в Феникс-парке, взлетят белорусские фристайлисты. И они готовы очень хорошо. Я думаю, всем тут нелегко на самом деле будет. И надо будет бороться не только с спортсменами, с атлетами, а в первую очередь с самим собой. Сейчас Пхенчхан еще не живет Олимпиадой в полной мере. Сегодня утром очень важное заседание. Выездная комиссия спортивного арбитражного суда в последний раз в этом месяце будет рассматривать дела российских атлетов. Конечно, все здесь ждут, надеются, что некоторых из россиян к играм допустят. Но шансов откровенно немного. И только после заседания ЦАС в Пхенчхане Олимпиада наконец-таки стартует. От разбирательства устали все спортсмены, тренеры, журналисты дежурят здесь уже две недели. И сами Олимпийские игры скрылись за скандалами, судами и в некоторой степени потеряли свой шарм. Надолго? Наверное, нет. Уже через несколько часов в Южной Корее зажжется Олимпийский огонь. И весь мир будет прикован к Пхенчхану. Беларусь на зимней Олимпиаде представит 33 спортсмена. Наши спортсмены начинают соревнования завтра. Женской спринтерской гонкой стартует Олимпийский биатлон. Королева этого вида Дарья Домрачева готова очень хорошо. Но сейчас она замерзает на лыжне в условиях сильного мороза. Мы обязательно с ней пообщаемся на эту тему. В целом, шансы на успех у наших девушек в биатлоне очень высоки. В этом сезоне они неоднократно поднимались на пьедестал этапов Кубка мира. Поэтому поддерживать их здесь будем всеми возможными способами. Громко на лыжне и на огневых рубежах. Ну а сейчас замираем в ожидании открытия Олимпийских игр, которая состоится уже через несколько часов. Андрей Бондаренко и Виталий Мотин. Наши новости. ОНТ. Пхенчхан. Южная Корея.